Я хочу сказать, что хоть и неосознанно, но мне приносило огромнейшее удовольствие разрушать людей. Как ты думаешь, а почему эти женщины так долго оставались в отношениях таких токсичных с тобой? Слушай, на самом деле я неплохой парень, я довольно-таки интересный, поэтому я мог создать иллюзию такую, что она думала, что я самое лучшее, что могло с ней случиться в этой скучной жизни. В последнее время, похоже, очень-очень много несчастных людей, и тема нарциссизма стала очень популярной. Если вы чувствуете, что вы потеряны в отношениях, если вы не слышите вашего партнера, и он не слышит вас, если вы друг друга не понимаете, если в ваших отношениях происходит токсичный абьюз, эмоциональный абьюз, если вы не понимаете, почему человек, который раньше носил вас на руках и был вашим принцем на белом коне, вдруг перевернулся с ног на голову и стал чудовищем, я приглашаю вас к себе на канал. Меня зовут Катя Васильева, я психолог, лайф-коуч и автор книги «Любить не страшно». В нашей серии интервью ты согласился ее делать? Какая у тебя миссия или цель для нашего проекта? Окей, я бы хотел поделиться своим опытом нарцисса, опытом в отношениях со всеми людьми, которые смотрят тебя, для того, чтобы они скорее смогли разбираться во всех трюках, манипуляциях, которые нарциссы с ними проделывают, и могли быстрее выйти из этих отношений, изменить свою жизнь и взять курс на полное восстановление. Ты в какой-то момент начал видеть, в принципе, что ты или друзей теряешь и так далее? Я всю жизнь похерил, что друзей теряю. Я оказался на самом дне, который он только мог себе представить. Из человека, который жил на берегу моря, в шикарной хате и занимался водным спортом, и гонял на байке спортивном, я оказался просто в трущобах без ничего. Ну, вот так вот произошло. И это благодаря моему поведению. И без людей, и без поддержки, да? Без никого, да. Выходит новый проект «Интервью с нарциссом». Я работаю с человеком, который страдает нарциссическим расстройством личности и с удовольствием делится с нами всеми приемами, манипуляциями, разрушения своих жертв. Пожалуйста, присоединяйтесь, ставьте пальчики вверх в ролику за его искренность и поддержку. Я жду вас у себя на канале. Благодаря тебе я понял, что я как будто очень долгое время, на протяжении 25 лет страдал очень странной фигнёй по жизни. Сам разрушался, доводил людей, доводил всё, разрушал всё вокруг себя. Я дошёл до точки, что уже не осталось, что разрушать. Уже последнее, что осталось, это моя жизнь. Приндело в том, что мы выбираем послабее. Послабее она станет потом, после всех манипуляций, проделанных с этим человеком. То есть я раздавлю её характер настолько сильно, что она забудет, какие принципы у неё были и вообще нарушит все границы дозволенного. Насколько я уже знаю, Жорик, у вас огромнейший опыт. Расскажите мне, как женщины попадали в зависимость от вас? На самом деле мне было абсолютно безразлично, кого сожрать, как бы там королеву или какую-то курицу. Главное, чтобы доставить очередную порцию эмоций и закинуть в эту чёрную дыру. Они узнают, что на самом деле всё это время они были нормальными. Им не нужно было искать проблему в себе и думать, что они физически неполноценными. Почему мужчина к ним не тянется? Я жду вас у себя на канале. Пожалуйста, не пропустите откровения нарцисса Жорик с Катей Васильевой специально для вас. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok